ЗАЛЬВЕНЩЩЩЩЩЩЩЩЩЮ ЗАЛЬВЕНЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ ЗАЛЬВЕНЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ ЗАЛЬВЕНЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ� Вот тому. И одразу знайшла у васаблення. Мясцовое керауництво пропоновало же хорамвёсок узнавить историю свою малой родимы, организовавши краязнавчие музеи. Энтузиасту знайшлося немало. Старожилы делились успоминами и вядомаши речами, які достались им от протков. Выник карпатливой суместной деянности – 7 уникальных туробъектов, и усеянный уже примают наведвальников. Как только начало развиваться лесопильная промысловость, каждая господарка мела свой цех. И зауседы самые мастеровитые мужчины были задействованы там. И оттоль пошло. Будавалися столы, табуретки, креслы. Будавалися шафы, будавалися этажерки, тумбочки. Самые головные пристосования – ложки для дятей, как спали, хотя за все доказали малым место на печи, как тепленько было и хучей росли. А те, кто больше стал и стомился после тяжкой працы, он обовязково повинен быть легче на ложек, как выспался, как подпочил добро. Сегодня в этом доме увезцы Криваконна представлена каля 200 экспонатов. И это не кончатковая колькасть, бо вязковцы проявляют живую цикавость до краязнавчого починания и протягивают передавать вузей знаходки из минулого 100 годзя. Несут сюда свои вышитые ручники, сурветки, посуды, меблю, предметы працы и побыту. Мы вельми удячны всем же хорам нашего района, нашего сяродя, потому что каждый старался чем-то помочь. Что ж ты принесли от своих батьков, от своих дядов, бабуль. Нават одзены несли, несли экспонаты розные, хто годинник, хто транзистор, хто радиолу, сурветочки, занавески. Несли люди все, и они хотели поделиться с тем самым таймничим, что имели от своих прадков. Приемными дочинения до такой инициативы отзначают местовые жихары. Агульными намаганьями музей становится сердцем везки. Месцем сустречи с одновязковцами головное протягивать початая. У нас есть такие экспонаты, яким можно гонориться. К чему? У нас есть люстерка, якому Амаль больше за 100 годов. И, вядома, кожная женщина, те мужчина, глядячи в эту люстерку, бачили в себе пригожость, пригожость працы, пригожость человека, того самого беларуса, який повинен быть господаром на своей праце, на своей земле. И мне, здаецца, те необходные речи, якими делились наши жихары, зарабили таки маленький семейный музей. Коллекция собранного досыть широкая. Прадставлены усе сферы житсадзейности беларусов. Свои подшесные месцы у доме заняли и иконы, и предметы рамяства, и старая техника, и навод предметы жаночного гардероба аж с 50-х годов минулых астагодзе. Далилися жанчинки своим весельным, весельной сукенкой, якою амаль 100 годов. Гэта на перший день веселя, а гэта была на други. Нишка давали, далилися. И, здаецца, вот гэта допрыня, якою далилися шырость, нагадывая нам об тым, что наши беларусы повинны и остаются быть самыми лепшими, самыми працавитыми, самыми добрыми. Ну, мне здаецца, гэта штаны, якими навод мог ганарыцца самый добрый хлапец, який збирауся и жаніцца, ці навод самый добрый господар, який был сталый, больше годов яму было. Ніхто не шкадаваў отдаваць. Не шкадавалі отдаваць у музей вязковцы і многі іншыя каштауне раритэтны экспанаты, якія маглі пупрыгожыць сабой любую музейную экспазіцію. Так само нам подарылі у наш музей рады-приемнікі, па якім 9 мая було аб'явлена, што вайна скончилася. Відэці, калі господар отдаваў рады-йолу, яго кранулі слёзы радасті, што яго рады-йола будзі іще жыць. Карысна пабываць ў такоу вязковай хаці і тым, хто памяттае, чым жылавёска ў пасліваенны пірыт, і тым, хто нарадівся ўжо ў 21-м ставгодзі, для кого нікаторы експанаты, іх празначэння, ўжо загадка. Для школьніка ў сучасной молоді навад словы такія. Ночвы, рубі, льбойка, нібыта замежныя. А дякуючы гэтаму музею, кожны праэху згадая, а значыць, стане бляжее декультуры і побыту беларусу. Кожны експанат, якісь ці жывіў гэтай хаці, і он, допамагая нам усім, вернуться на якісь ці гады назад, ў минулая, туды, дзі жылі нашы жаткі. А разам з новым жыцьом старой вязковай хаты з'явіласі ў крываконной новая пляцовка для выступлэнняў вакальнага гурта «Надзея», які працюе пра дзелі па організаціі культурно-дасугавай дзейнасті аграгородка Барозічы. На парозе дома, які так нагадвая батьковскі, навад пісні народной мове набываюць асаблівае значэння. Ніздарма, ненавіта гэты праэкт музею селянскага быту стаў пераможцам конкурсу національного агентства па туризме «Пазнай Беларусь» у номінацій «Музей Года». Будьте здоровы, живіте богато!